Я приветствую всех, кто присоединился к нам через канал, через телевидение, через ТБН. И пусть Бог благословит сегодня каждого из нас своим присутствием через свое слово, через свое откровение. Я хочу в начале этого слова предложить вам тест, определенный тест, который записан в Святом Писании. И записан он в книге пророка Исаии в 33 главе с 14 по 17 стих. Там описаны две категории людей. И когда сейчас я буду читать этот текст, я хочу попросить вас, чтобы вы увидели себя в какой-то из этих категорий. И чтобы вы сами для себя сказали, я вот этой категории, скорее всего, принадлежу. Хорошо, не обязательно поднимать потом руку, но для каждого из вас это будет определенный тест. Итак, книга пророка Исаии, 33 глава с 14 стиха. Устрашились грешники на Сионе. Трепет овладел нечестивыми. Они говорят, кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? А Господь им отвечает. Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Убежище его – неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную. Вот такие две категории людей. Они смотрят на Бога. Гора Сион, она символизирует место пребывания Бога или присутствие Божье. Итак, обе эти категории людей смотрят на Бога, находятся где-то рядом в его присутствии, но их реакция, их взгляд на одного и того же Бога, который не изменяется, в котором написано «нет и тени перемен», радикально противоположное. Они смотрят, и одна категория людей обозначается так. Грешники и нечестивые. Они смотрят на Бога, и они говорят, кто может вообще находиться в его присутствии. Они смотрят на Него и видят, как огонь, вечный огонь, который все время жжет, который все время светит, все время обжигает, все время что-то уничтожает. А другая категория людей, они смотрят на того же Бога, но при этом они видят красоту Его. Написано, царя видят в красоте. И видят землю, как здесь написано, отдаленную. Я думаю, что речь идет о прекрасном будущем. Они видят царя в красоте, и они видят то будущее, которое этот царь для них приготовил. Они видят какую-то перспективу в своей жизни. Они смотрят на Бога, они любуются им, и в результате они увлечены тем будущим, которое их ожидает. Они вдохновляются этим и счастливы. Интересно, в какой категории людей вы себя отнесли? Мне кажется, что мало кто сказал сам себе, да, я по всей видимости в первой категории людей. Я, конечно, во второй. Я ведь люблю Бога. Я ведь хочу видеть Его красоту. Я не грешник и нечестивый, который не хочет никаких отношений с Богом иметь. Конечно, я хочу быть во второй категории людей. И я думаю, что этот вопрос, он просто мега важный. Он супер важный, потому что от того, в какой категории людей вы находитесь, от того, как вы видите Бога, от этого зависит и как вы живете. От этого зависит, хочется ли бежать за Богом. От этого зависит, хочется ли служить Ему, хочется ли тратить время для Него. Все это зависит от того, как мы видим Бога. Поэтому я предлагаю вам сегодня повнимательнее немножко посмотреть на эти две категории людей. Итак, первое. Они смотрят на присутствие Божье и говорят, что это огонь поедающий. Ну, знаете, огонь, вы когда-нибудь переживали пожар или были свидетелем того, как пожар действует, как Он сжигает просто все, как остаются пепелищи, просто все плохо, просто все истребляется. Они смотрят на Бога и видят Его именно таким. Бог – это как огонь пожирающий. Это значит, что надо с Ним быть осторожным. С огнем, знаете ли, не шутят. Поэтому и с Богом шутки опасны. Надо быть внимательным, надо быть осторожным. Это огонь пожирающий. Эти люди видят в Боге опасность для своей жизни, потому что этот огонь может сжечь что-то в моей жизни. Надо быть осторожным. Причем он вечный огонь, он постоянно что-нибудь не так. Если что-то не так, то это значит все. Я попал. Надо бодрствовать. Надо быть осторожным с Богом. И, конечно же, я бы не хотел жить в этом огне. Кто из нас хочет жить при пожаре? Кто из нас хочет жить при таких обстоятельствах, где ты все время чего-то лишаешься, где все время какая-то опасность, где все время тебе надо бодрствовать, где все время тебе надо быть на чеку? Кто из нас хотел бы жить в этом страхе? Интересно, что эти люди, задавая вопросы свои, нечестивые вот эти грешники, по всей видимости, задают их как риторические вопросы. То есть они подразумевают, что ответ просто очевиден. Они подразумевают, что ответ будет такой. Ну, естественно, кто может жить с этим святым Богом? Ну, кто может жить свято в этом мире? Ну, покажите мне человека, который бы не грешил. Они говорят, они так рассуждают. Поэтому, что вы от нас хотите? Конечно, мы любим Бога, но, конечно, мы не против Него. Так-то он сильнее нас. Какой разговор? Ну, мы уважаем Бога, конечно, мы, если что-то надо сделать, попросите, конечно, мы сделаем это. Ну, конечно, мы должны быть разумными, мы должны смотреть, чтобы свое что-то не пропустить, но при этом мы не против Бога. Мы на стороне Бога, если что. И близко только я не хотел бы подходить к огню. Сильно близко я бы не хотел приближаться. Я же разумный человек. Это размышления этой категории людей, которые видят Бога как огонь пожирающий, как вечное пламя. Они говорят, невозможно жить свято со святым Богом. А вторая категория людей ровно противоположный взгляд. Они смотрят и говорят, вау, какой классный. Мне кажется, сегодня наши прославляющие подсмотрели где-то мой конспект, и поэтому все песни были просто вот именно в эту тему. Мы пели, какой он потрясающий, какой он классный, какой он прекрасный. Я хочу жить с ним. Я хочу служить ему. Я хочу отдаваться ему полностью. Господи, вот моя жизнь. Я обещаю тебе служить. Я хочу любоваться красотой твоей. Эти люди смотрят на того же Бога, на которого смотрят и первые люди, и они видят его совсем по-другому. Они говорят, Господи, ради того, чтобы быть в твоем присутствии, я готов чем-то жертвовать. А кто-то даже готов расстаться со своей жизнью, либо не расстаться с ним, с этим царем. Они смотрят и говорят, насколько он красивый, насколько он замечательный. Они смотрят и говорят, он бесподобный, а один из переводов говорит, изящный. Они не перестают любоваться этим Богом. И я думаю, что нам понятно, что значит любоваться тем, что нам нравится. Нам нравится даже то, что сотворил этот царь. Не так давно наши друзья были в Турции и присылали нам фотографии. И они говорят, мы как в сказке. И мы смотрели на эти фотографии и думали, ну правда, как в сказке. Там настолько все красиво. Море. Просто вот эта красота. Пальмы там. И это все, что сотворил этот царь. И ради того, чтобы побывать вот в этой красоте, чтобы увидеть эту красоту, мы готовы копить деньги, мы готовы запланировать определенное время, чтобы потом просто отдаться в это место, в этой красоте, чтобы просто насладиться и радоваться. И мы не переживаем о том, что мы потратили много, слишком много денег. Мы не переживаем о том, что время упущено, зря как-то потрачено, могли бы деньги заработать в это время. Мы тратим свои деньги в это время, мы тратим свое время в этот период, но при этом никто не переживает об этих затратах. Более того, когда время подходит к концу отпуска, мы думаем, как быстро пролетело время. Эх, если бы еще, как быстро отпуск пролетает. Как ты съездил? Хорошо, да, хорошо, только мало. Кому знакомо это и переживание? Да, конечно, это наш отдых, это то место, куда мы приезжаем, чтобы насладиться красотой и быть в этом. Вот люди, которые относятся ко второй категории людей, они именно так относятся к Богу. Они смотрят на Него и говорят, какой Он прекрасный, какой Он замечательный, насколько Он красив. Господи, дай мне возможность еще побыть рядом с Тобою. Господи, может быть, я что-то могу сделать для Тебя. Знаете, написано, что эти люди очищают себя ради того, чтобы быть с Ним, чтобы видеть Его, потому что Он чист. И они понимают, что, чтобы приблизиться и побыть с Ним побольше, надо очищать себя, чтобы соответствовать Ему. И они очищают себя, они смиряются, они чего-то лишают, они в посты идут. Ради чего? Ради того, чтобы увидеть Его еще. Ради того, чтобы быть ближе к Нему еще. Чтобы восхищаться, наблюдая эту красоту. Совершенно два противоположных взгляда. Я не знаю, что вы думаете после того, когда все это услышали. Возможно, кто-то уже не так уверен, что он полностью относится к первой категории людей или ко второй категории людей. Но я, когда размышлял об этом, признал себе, что, конечно, я люблю Бога. Конечно, я наслаждаюсь Его красотой. Но иногда я обнаруживаю себя в первой категории людей. Там, которые называются нечестивыми и грешниками. Иногда я обнаруживаю себя, что я не бегу к Богу так, как мне хотелось бы бежать. Иногда я не бегу делать те дела, которые Бог хотел бы, чтобы я делал. Иногда что-то мешает, мне надо противостоять чему-то или заставлять себя. И не знаю, знакомы ли вам такие переживания, но иногда я ощущаю себя именно в этой категории людей, которые не стремятся к Богу, которые не бегут так рьяно к Богу. Если и бегут, то ну потому что надо. И если согласиться с тем, что здесь написано, то это позиция грешников и нечестивых людей. Я говорю, Господи, я не хочу быть в этой категории людей. Я хочу быть в другой категории, которые любуются тобой, которые жаждут этого времени, которые не хотят расставаться ни на мгновение с тобою. В чем же дело? Почему я порой оказываюсь там? Почему я так ощущаю себя иногда, не желая, например, разговаривать со своим руководителем? Вы знаете, что Бог написано поставил в церкви одних апостолов, других пророков, помните, да? Евангелистов, учителей, пастырей для созидания церкви. Итак, есть Божьи ставленники. И я думаю, что мы не разделяем Бог и церковь, потому что написано, Христос это глава, а церковь это тело. Он сегодня размножился. Он был первенец, который отдал свою жизнь за нас, чтобы приобрести нас многих. И в результате из нас многих состоит церковь. Сегодня есть Иисус Христос как глава, и есть церковь как его тело. Поэтому люди, которые не желают видеть Бога, они, конечно, не желают особо быть и в церкви. И напротив, люди, которые восхищаются Богом, они, естественно, восхищаются и церковью. И если им хочется быть с Богом, то логично очень и естественно, что им хочется быть в церкви. Это очень взаимосвязано. Почему иногда я ощущаю себя не так? Если я бегу к Богу, ну, наверное, я должен бежать и к своему руководителю. Иногда почему-то не так. Почему не так? Что происходит со мной, Господи? Почему я оказываюсь в этой категории людей? Эти вопросы я задаю себе и предлагаю сегодня эти вопросы для каждого из вас. Потому что Бог дает нам ответы на эти вопросы. Он отвечает достаточно просто. Он не относится к этим вопросам как к риторическим, на которых ответ очевиден. Ну, конечно, кто может жить в твоем присутствии? Нет, он очень просто отвечает. Я усмотрел четыре условия для тех, кто хочет рассматривать красоту Бога. А не прятаться от него, не бояться его, не жить все время в страхе, в настороженности, что ты чего-то потеряешь, что этот огонь что-то уничтожит в твоей жизни, твой комфорт, твои условия, твои деньги, твои отношения, твоих друзей, еще что-то. Четыре условия для тех, кто хочет рассматривать его красоту. Четыре условия для тех, кто хочет видеть эту землю отдаленную. Она кажется еще отдаленная. Ее еще прямо сейчас нет. Ты не чувствуешь себя, что ты находишься на этой обетованной земле, где все устроено, где все хорошо, где тебе нечего бояться. Она как будто впереди, но ты видишь ее, ты думаешь о ней, и ты имеешь эту перспективу, глядя на красоту Бога. Звучит так. Тот, кто ходит в правде и говорит истину. Тот, кто ходит в правде и говорит истину. Я бы перефразировал и сказал бы, что эти люди просто называют вещи своими именами. Они не придумывают себе какую-то иллюзию. Они называют вещи своими именами. Тот, кто хочет видеть красоту Бога, он должен ходить в правде и говорить истину. Но мне сразу вспоминается текст из Библии, где написано, ходил енох перед Богом и не стало его, потому что Бог взял его. То есть настолько Богу нравится, когда человек ходит перед Богом в этой правде, когда его уста говорят истину, что, по всей видимости, Бог сказал, я не могу больше, я хочу тебя забрать себе, потому что настолько ты мне нравишься, настолько я впечатлен твоей жизнью, ходить в правде и говорить истину. Они называют вещи своими именами. Мне одна сестра тут на днях рассказывала свой пример и говорит, что мне нужно было сделать одну работу, она учится в университете. Я не сделал эту работу, и мы сидим на этих занятиях, и преподаватель спрашивает у той девочки, с которой она должна была делать эту работу. И она спрашивает по очереди, кто сделал, кто не сделал. Эта сестричка говорит, я пишу ей, скажи, что та девочка, с которой я должна была делать эту работу, она заболела, поэтому мы не успели сделать. Это сестра наша на самом деле. И вот она размышляет и борется с этими мыслями. Она говорит, у меня мысли, так это же неправда, я ей написала, отправила. А с другой стороны, так меня сейчас поставят там определенное положение, что я не сделала то, что должна была сделать. А другая мысль, но ведь это неправда. И она говорит, я размышляю, ну как посмотреть неправду, ну по идее все же так делают. Ну а как по-другому? Ну у меня обстоятельства были, я не могла вообще сделать заранее это никак. Ну почему? Я потому что там в церкви была, там я родителям помогала, там еще что-то. А как бы я могла сделать? И она объясняет себе, почему это неправда, не такая уж и неправда. Почему можно так сказать? Я служу, удивляюсь, я говорю, серьезно? И ты прям вот так вот, ну размышляла? Она говорит, да. И она призналась, что она так и попросила эту девочку сказать неправду. А потом Бог ее обличал, а потом она каялась, и потом вот она исповедовала это. И понимаете, ходить в правде. Тот, кто хочет видеть красоту Бога, самое первое условие, которое он выдвигает, он говорит, я ожидаю, что ты будешь ходить в правде. Я слушал ее и думал, ну в общем-то странно, конечно, ты же христианка, почему бы тебе, ну это же так просто. Как ты можешь размышлять вообще, правда это или неправда? Это же ложь, ну это натуральная ложь. Я про себя так, честно говоря, подумал. Проходит какое-то время, и я, знаете, делал там работу определенную, выкладывал плитку, ну за деньги. То есть сделал определенный объект, плитку кафельную. И вот я кладу эту плитку, и буквально на днях, и я вижу, что я положил плитку, а на уголке у этой плитки сколышек такой, маленький такой сколышек. Я его только увидел, я в очках работал. Я сам себе объясняю, я в очках просто, я снял очки, вообще почти не видно. И я думаю, первая мысль, в общем-то, нормально все. Кроме меня, я просто вижу это, ну понятно, я кладу эту плитку, поэтому я ее вижу. Никто, хозяин, вообще не увидит это. Я дальше, значит, делаю. Вы знаете, что такое плитку снять, которую ты выложил, и которая просто идеально ровненько легла? Это значит, надо тебе отковырять эту плитку с клеем, тебе надо снять, для тех, кто не понимает, снять этот клей, очистить ее, чтобы она была идеально чистая. Потом снять со стенки весь этот клей. Ну и простите меня, но это возня вот такая вот. Ты потратишь время, в результате, ну в общем, неприятный весь этот процесс, ну и лень, откровенно говоря. И вот мысли чередой идут, что, ну вообще-то ты время потратишь. А это был еще день, когда я готовился к проповеди. Следующая мысль, ты время потратишь, к проповеди лучше поедешь, пораньше освободишься и подготовишься. Другая мысль, это никто не увидит. Третья мысль, значит, еще какая-то была, я не помню, чередой идут мысли, которые объясняют и оправдывают меня, что это никто не увидит, что время потратишь, и это вообще никому не надо. А, и ты один же здесь. Больше никого рядом нет, и больше вообще никто никогда это не поймет. И знаете, я понимаю, что та сестра оказалась в примерно подобной ситуации. И когда вот ты смотришь со стороны, тебе очень легко оценить ситуацию и сказать, подумаешь, сказать правду. Ну как ты можешь попросить человека соврать и сказать, что ты заболела? Ну когда я сам оказался в этой ситуации, я потом сам себе удивлялся, думаю, вечером, знаете, я домой приехал и рассказываю все. Ну рассказываю как гордый такой, потому что я все-таки снял эту плитку, я все правильно поступил, я им рассказывал, что как это вот у меня все получилось, но в тот момент, когда я это делал, в тот момент, когда эта плитка была передо мной, я понимал все затраты, которые от меня ожидаются, если я поступаю правильно, то было не так-то и просто, честно признаться. Но вот мысль, которую я услышал прямо там, когда размышлял, значит, за этой работой, об этой ситуации, вот мысль, которая пришла, ты думаешь, что ты сейчас кладешь плитку, а на самом деле я ожидаю от тебя правильного решения. У меня целая панорама открылась, вы знаете, сколько таких ситуаций, где нам кажется, что вот мы сейчас делаем эту работу, она такая важная, она такая выгодная, сейчас вот эта ситуация, надо не прогореть, надо это не пропустить. Простите меня за эту фразу, в параллельном мире, духовный мир, который более реальный, чем наш материальный, в Божьих глазах Он создал это условие, эту ситуацию, потому что Он ожидает от тебя определенного поступка, Он проделывает с тобой определенную работу, и вот это, оно намного важнее, чем та работа, которую ты делаешь, чем та ситуация, в которой ты заработаешь деньги или не заработаешь деньги. От этого зависит, увидишь ты красоту Божью, или ты будешь видеть Его как огонь пожирающий, который наказывает непонятно за что, непонятно почему, лишает чего-то тебя и так далее. Я думаю, таких примеров можно приводить очень много. Кто-то мне там тоже недавно рассказывал, фильм собирался смотреть, и фильм собирается смотреть, и внутри чувствует, что это неправильно, не нужно смотреть этот фильм. Он объясняет себе, что все смотрят, и вообще, что здесь такого, а кроме того, там есть хорошая мораль, и я возьму оттуда много положительного, которое я потом могу применить в жизни. И он объясняет себе и смотрит этот фильм. А потом огорчение, а потом разочарование, а потом это разрушение. Зачем я это смотрел? Понимаете? Ходить в правде, это значит называть вещи своими именами. Это значит делать то, что ты на самом деле понимаешь правильно, а не то, что ты объясняешь себе. И это первое условие, если вы хотите видеть царя в красоте. Второе. Тот, кто презирает корысть от притеснения. Корысть – это значит, ну, выгода какая-то. Вообще иметь выгоду – это нормально. Мы трудимся, чтобы заработать финансы и получить какую-то выгоду – это нормально. Но выгода от того, что ты притесняешь другого человека – это мерзость в глазах Божьих. И если такие ситуации происходят у тебя, то сложно тебе надеяться, что ты увидишь Бога в красоте, потому что Бог вступится за того человека, которого ты притесняешь. Не так давно мы рассматривали буквально на неделе на прошлой одну ситуацию, в которой один работодатель, извиняюсь, один арендатор и другой арендатор, они торгуют примерно одинаковым товаром. И вот зима, или точнее весна сейчас, да, все с ней чистят снег, убирают территорию, и один из этих арендаторов нанимает трактор и чистит территорию, и свою, и заодно соседскую. И чистит так, что к соседу не подъедешь. А у него очищенное прямо вот к парковочке, к его место. Ну, естественно, что все клиенты догадайтесь с трех раз, к кому они едут. И когда пытались с ним разговаривать, когда этот человек, ущемленный, так сказать, в своих правах, он стал предъявлять тому, тот возмутился, что я вообще-то территорию общую чистил. Ты не захотел со мной вместе чистить, а я тут чищу. И поэтому он в своих глазах прав, он потому что и за себя чистит, и еще за того чистит. На самом деле территория была общая. Интересно, что почистил так, что к тому не подъедешь потом. Бог ненавидит выгоду, которую ты получаешь за счет притеснения другого. Пусть Бог осветит наше собрание, потому что я думаю, что я не один здесь, мечтающий видеть царя в красоте и видеть ту перспективу, которая приходит от него, а не бояться и не жить в страхе от того будущего, которое ожидает весь этот мир. Итак, третье условие, чтобы видеть царя в красоте. Тот, кто удерживает руки свои от взяток. Я думаю, очень распространенная тема и очень практичная. Тот, кто удерживает руки свои от взяток. То есть они хотят дать, руки твои хотят дать взятку, потому что это выгодно. Мы вспоминали тут с женой, когда рассуждали на эту тему, вспоминали тот период, когда она училась в университете, в педагогическом. И уже училась, семья была, знаете, на заочном отделении училась. И не так все просто было. И одна преподавательница там была, но у нее просто не спишешь. Она сидит, и ну вот не спишешь никак. И все понимают, не спишешь. Но предыдущий курс научил. Они говорят, у нее точно не спишешь. Но если вы дадите ей хороший подарок, то она на какое-то время выйдет из класса. И вот, значит, все там эти учащиеся собрались вместе и стали планировать подарок. Света приходит и говорит, что делать? Вот, как, значит, ну, я, это, вот такое дело, замышляют. Ну, явно взятка. Она решила, я не буду участвовать в этом. Я просто не буду участвовать. Родственники ее осуждали, говорят, слушай, вот из-за таких потом другие оценки нормальные не получают и так далее. Она говорит, я христианка, я не буду, я не знаю, что будет. Я буду учить, что смогу, то сделаю. Знаний у меня знаю, что не так много, но все-таки буду стараться. Она старалась, училась. И вот время экзамена. Все по плану, они подарили. Она сказала, что она не будет участвовать в этом подарке. Все остальные собрались, подарили этот подарок учительнице. И вот наступает время, учительница выходит из класса, как договаривались. И все быстренько списывают, она там даже, кажется, материалы, если я помню правильно, оставляла, чтобы, значит, можно было воспользоваться этими материалами. Все, все пишут. И она говорит, я чувствую, как все смотрят на меня. Ты же не платила, ты же не скидывалась. Это было очень трудно на самом деле. Потому что в такие моменты руки тянутся, чтобы дать эту взятку, чтобы как-то облегчить себе жизнь. Ну все так живут. Ну как по-другому-то? А как я сдам? Ну не сдам же тогда, просто завалят, по-любому завалят. И она говорит, у меня не было другого варианта, как молиться и уповать на Бога. Господи, помилуй меня. Господи, как-то активируй все знания, которые у меня есть. Дай мне мудрости, знания и так далее. И она сдала. И сдала. И один раз, и другой раз сдала. И Бог был с ней, и помогал ей во всех этих делах. Не просто бывает удержать руки от взятки, но это условие, если ты хочешь видеть по-настоящему царя в красоте. И последнее условие. Я объединил их два. Точнее, два объединил в одно. Потому что думаю, что одно без другого не бывает. Затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии. И закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Обычно то, что ты хочешь смотреть, или то, что ты смотришь, ты хочешь и слышать. И наоборот. То, что ты слышишь там что-то активное, какие-то события происходят, ты это хочешь видеть. Я думаю, что это чаще всего объединяется. И Бог обращает наше внимание. Внимание тех, кто хочет видеть его красоту. Говорит, вы в таком случае будете затыкать уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии. Вы будете закрывать глаза свои, чтобы не видеть этого зла. Вы знаете, люди всегда в этом мире восхищались кровопролитием, насилием, злом. Возможно, вы скажете, не-не-не, я мухи не обидел. Это раньше там собирались в Колизеях, знаете, такие гладиаторские бои устраивали. Или преступников всенародно казнили. Или расправу над животными, то есть травля животных каких-то. Это вот в Колизеях, вот эти все происходили события, эти Колизеи битком были забиты. Там тысячи людей были. Просто они платили деньги, чтобы прийти и поглазеть на это кровопролитие, на то, что там происходит. Бог говорит, я ненавижу это. Я ненавижу это кровопролитие. Я ненавижу всякое зло. Если ты хочешь видеть меня в своей красоте, то закрой от этого глаза, закрой, заткни свои уши, чтобы не видеть и не слышать этого. Я замечаю, что сегодня, дорогие, можно оказаться в этом Колизее, просто включив свой телевизор. Этих Колизеев, мне кажется, сегодня масса, намного больше, чем раньше. Кто из вас любит смотреть боевик? Ага, дождешься, да? Так мы тебе и сказали. Ну, я понимаю, то есть вы до вот этого момента любили смотреть боевики. Вот сейчас-то вы точно уже не любите, поэтому, в общем-то, вы оправданы. Хорошо. Бог против этого. Он не закроет сам наши глаза, он не заткнет сам наши уши. Он говорит, если ты хочешь видеть мою красоту, а не огонь палящий с моей стороны, то закрой свои глаза от насилия. Заткни свои уши. Не участвуй в этом зле. Сколько сегодня можно увидеть ситуаций, где один избивает на улице другого, а толпа вокруг на камеры снимает? И все, как в этом Колизее, просто столпились вокруг и смотрят, и никто не вступится. Наслаждаются это зло, в котором живет весь этот мир. Церковь должна быть отделена от этого зла. Мы должны быть отделены от этих фильмов, от этих сериалов, от этой нечистоты всей. И в таком случае, послушайте, я хочу потратить оставшееся время, чтобы показать вам то, что Бог обещает. Он это обещает. Эти люди или этот человек, он говорит, даже не люди, не все, он говорит, тот, то есть он обращается к каждому из нас, независимо, что вокруг толпа живет по-другому, он обращается лично в твое сердце. Тот, кто эти условия будет выполнять, тот будет обитать на высотах. Не внизу, не ползай, тот будет обитать на высотах. Он будет видеть жизнь по-другому, это другой взгляд, это другая перспектива. Он будет видеть не только то, что под носом, не как змея, которая ползет, кроме праха ничего не видит. Он будет обитать на высотах. Он мыслить будет по-другому. Убежище его неприступные скалы. Он не переживает, что с ним что-то случится. Он не боится, что с ним что-то случится. Хлеб будет дан ему. Вода у него не иссякнет. Хлеб и вода – это символ обеспечения, это символ достатка, избытка. Бог говорит, я позабочусь о таком человеке. Они, может быть, не сдадут эти экзамены, но ты сдашь, я помогу тебе. Ты не проиграешь. В глазах этого мира ты можешь казаться ненормальным, просто лунтиком каким-то, поступающим так, но я позабочусь о тебе. Будет у тебя достаток и вода, и хлеб, и все, в чем ты нуждаешься. Я не оставлю тебя. И самое главное, на мой взгляд, это самое главное обетование. Глаза твои увидят царя в красоте его. И узрят землю отдаленную, которую пока ты еще не видишь. Глаза твои будут видеть его прекрасным. Ты не будешь прятаться и защищаться от него, потому что будешь знать, что он с тобой. Вы знаете, я вспомнил, что в тот же день, когда я клал эту плитку, в тот же день, когда все эти переживания со мной случились, чуть позже к вечеру, я слышу, как за окном зазвучало, вот знаете, такой противный скрип тормозящих колес. Такой, прям скрип такой противный, громкий такой. И у меня вырывается изнутри власть Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Я как будто бы прям туда, как бы мысленно остановись. Выглядываю в окошко, все едут, нормально, все разъехались, видать, жизнь продолжается, все в порядке. И меня внутри наполняет такой, знаете, свет, такое понимание такое, что там, где я, беды не будет. Это удивительное переживание. Там, где я, беды не будет. Я уже не думаю о себе, я знаю, что Бог заботится обо мне, об этом меня даже переживать. Я не хочу, чтобы вокруг меня происходило зло. Проливалась чья-то кровь, было какое-то разрушение. Они еще не знают тебя, Господь. Там, где я, в твоем присутствии будет твоя защита. И люди будут иметь шанс на спасение. Правда, меня немножко занесло в этих мыслях, и мне так это понравилось. И по всей видимости, Бог остановил меня, и мне на память пришло место Писания, где апостол Павел, его, значит, ведут на суд. Помните, он на корабле, они плывут. И там кораблекрушение должно было произойти. И шторм, и буря, и все. И когда уже все отчаялись, Павел выходит к ним и говорит, Бог пришел ко мне, и он мне сказал. Я молился Богу, и он мне сказал, что дарует мне жизнь, не упадет и волос с моей головы, и дарует мне всех, кто находится со мною. Я думаю, что в этом баланс. С одной стороны, Бог хочет, чтобы мы знали, что Он с нами, что защита Божья есть через нас и на тех, которые с нами находятся. Но в то же время, мы такие крутые, поэтому просто вот своим присутствием все тут зло останавливаем. Но Бог, Бог, Он дает нам эту благодать влиять на других людей, провозглашать Божью победу в их жизни, Божью защиту в их жизни. И видеть то, что Бог будет делать и через нас, и в нашей жизни, и через нас, драгоценные. Я хочу помолиться вместе с вами. Я верю, что Бог хочет, чтобы мы видели Его красиво. Я верю, что Он хочет открывать нам свою красоту и то будущее, которое Он приготовил для нас. Я думаю, что Он освящает нас через это слово и ожидает реакции определенной. Давайте встанем для молитвы, помолимся и попросим, чтобы Господь помог нам все эти четыре условия соблюдать. Он пришел на эту землю, Он пролил свою святую кровь за наши грехи, чтобы войти в нашу жизнь, чтобы мы не были одинокими, чтобы мы не своими силами пытались удерживать руки от взятых, не своими силами пытались закрыть глаза или заткнуть уши, или еще что-то сделать, то, что Ему не нравится. Он пришел, чтобы быть с нами. Он на самом деле наша надежда. Он на самом деле наша сила. Он наша благодать, которая помогает нам жить в этих условиях. И в результате Он будет открывать нам себя больше и больше. Субтитры создавал DimaTorzok